Христа. Возлюбленные дети мои, мое благословение пребывает в каждом из вас. Оно процветает в тех, кто готов жить по моей воле. В тех же, кто позволяет своему человеческому эго со всеми его страданиями преобладать и принимает новшества, которые не принадлежат мне и не являются моей волей, мое благословение не принесет плода, пока они не обратятся. Поэтому я опечален, когда вы отвергаете меня от своей жизни, чтобы вступить в ряды зла, в то время как смятение продвигается Антихристом, который движется в Европе. Поддерживаемый сильными мира сего, он ведет вас в масонство. Вы идете посреди великих ловушек, расставленных приспешниками Антихриста, и не замечаете их. Вы продолжаете свою жизнь, не задумываясь о том, что выше человечества, и вы будете удивлены, вы будете удивлены. Вы находитесь на перепутье в истории христианства, с которого вы выйдете отшлифованными, как драгоценные камни. Дети мои, внимательно следите за знамениями времени и находите мою любовь в каждом слове, исходящем из моих уст. Я люблю вас, дети мои, повинуйтесь моим призывам. Лекарства, которые вы получили из моего дома, от болезней, с которыми вам предстоит столкнуться, используйте их только так, как мы укажем. Человечество побуждает полностью изменить курс. То, что последует за этим, было установлено земной властью, с этого момента вы живете войной, и она распространяется скачками. Я приглашаю вас поразмышлять о том, как вы работали и действовали в течение своей жизни. Я желаю, чтобы вы подготовились перед началом Великого Поста, потому что этот пост должен быть другим, особенным, с намерением истинного обращения, и чтобы вы начали его с честности, посмотрели на те препятствия, которые у вас есть, на те установки, которые заставляют вас быть камнем преткновения для ваших братьев и для вас самих. Посмотрите на свою слабость в грехопадении, посмотрите на легкость, с которой вы говорите «нет» тем, кто нуждается в вас, посмотрите на свои внутренние установки, на упорное высокомерие по отношению к своим братьям и сестрам. Мне нужны не великие интеллектуалы, а смиренные создания, которые позволяют мне формировать их. Вы переживаете неотложные моменты в воздухе, вы увидите из космоса явления, которых никогда не видели раньше. Это происходит от метеорита, приближающегося к Земле. Его сила заставляет элементы перемещаться в пространстве, вызывая новые для человечества явления. Возлюбленные дети мои, я вижу, как вы готовитесь к битве, словно к вечеринке, слишком глупо, неловко оправдываясь, чтобы осуществить предложенный вами план. Я говорю не только о тех странах, которые были упомянуты совсем недавно, но и о странах, которые находятся в состоянии постоянной войны с древних времен. Пришло время, когда гнев овладеет моими детьми и приведет их к кровавому противостоянию. Несколько стран столкнутся друг с другом в войне. Моя боль глубока. Молитесь, дети мои, молитесь в моей церкви. Придут новости, которые потрясут человечество. Молитесь, дети мои, молитесь. Война набирает силу. Зло даст то, в чем вы нуждаетесь. Молитесь, дети мои, молитесь. Земля будет сотрясаться с силой, в то время как ядро останется почти неподвижным. Молитесь, дети мои, молитесь за Америку. Несколько штатов содрогнутся. Молитесь, дети мои, молитесь за Мексику. Он будет сильно дрожать. Молитесь, дети мои, молитесь за Финляндию. Их земля содрогнется. Нужно ли вам тщательно охранять ваши благословенные свечи? 2 февраля они будут служить не только для дней тьмы, но и для тьмы, которая будет впереди. Молитесь, святой Розарий, молитесь сердцем. Внимайте тому, что я говорю, не для того, чтобы напугать вас, но чтобы вы изменили свои поступки и поведение, чтобы лицемерие не сопровождалось.